Ирин, как вы относитесь к тому, что роспись, само торжество в разные дни, разница в месяц? Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Можно, во-первых, устроить предсвадебную фотосессию, и у вас будет месяц, точнее, у вашего фотосессии будет месяц, чтобы обработать фотографии и уже что-то в день свадьбы показать, где вы будете красивой, возможно, тоже уже с причесочкой, может быть, в каком-то другом платье. Во-вторых, в день самого банкета, самого мероприятия не нужно бегать, скакать от ЗАГСа, еще куда-то, бесконечные переезды. Вы спокойно, в абсолютно комфортном режиме приезжаете в одну локацию, все делаете в одной локации. Поэтому, честно, мне это импонирует. Но, опять же, все индивидуально, некоторые очень переживают относительно того, а как же нас, гости, будут поздравлять или как же мы в будущем будем праздновать. Безусловно, все празднуют в будущем тот день, когда действительно расписались, тот день, когда поставлена там печать в свидетельстве о регистрации брака. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. У нас была одна пара, ну, точнее, это не наша была пара, ну, у знакомых, так скажем. И они расписывались в зимой, где-то там в феврале, там какая-то такая зимняя вроде бы свадьба была. А банкет был прямо вот в самый разгар лета, в августе, там в середине августа. И очень забавно, когда выставляются фотографии, когда невеста в таком легком летящем платье, там в болерожке, может быть, какой-то зелень вокруг, солнце светит, парит. И там выставляют фотографии в инстаграм какого-нибудь там, не знаю, 10 февраля, мол, сегодня у нас годовщина свадьбы. И вот такие фотографии, где куча гостей. Конечно, это, ну, только, знаешь, ты так думаешь, подожди, как годовщина? Подожди, подожди, у них же там где-то в августе должна была быть годовщина. Ну, такой вопрос мимолетно возникает, но потом ты вспоминаешь, а, ну да, у них же просто роспись была в другой день. Вот, а так, относительно поздравлений, ну, чаще всего, честно говоря, я сейчас, может быть, кого-то очень расстрою. Может быть, вы ожидаете, что каждый год гости будут приходить с подарками, но, откровенно говоря, не так часто гости поздравляют за годовщинами свадьбы своих близких. Ну, близких, может быть, но там друзей. Это происходит не так часто, скажу вам откровенно. Поэтому зачастую многие вообще забывают о том, что когда там, какого там числа была свадьба. И эта разница в месяц, там, в две недели, в два дня, в день, она вообще никакой роли не играет, потому что гости, ну, не особо-то помнят, когда там конкретно это было. Поэтому насчет этого можете не переживать. Ну, и опять же, я много раз повторяла это, опять же повторюсь, что это все равно, что, знаете, вот у меня, допустим, день рождения выпало на среду, а праздную я ее в субботу. Это же не значит, что у меня в субботу день рождения. Это же не значит, что родилась я на три дня позже. Это значит, что просто я праздную в субботу, но день рождения у меня в среду. Вот и все. То есть здесь то же самое. Расписываемся мы там в июле, но празднуем мы в августе. Ну, распуска у нас была в июле. Семьи-то мы создали в июле. Семьи-то мы там в июле. Субтитры подогнал «Симон»